С этого начнем разговор с Игорем Чаленко, к нам присоединяется политолог, председатель Центра анализа стратегии. Игорь, здравствуйте, рады вас видеть очень. Добрый вечер, здравствуйте. Вы соглашаетесь с мнениями экспертов, которые говорят, что эти так называемые выборы стали самыми нечестными, самыми сфальсифицированными и самыми манипулированными за последние 30 лет Российской Федерации? Безусловно. И именно вот это самое-самое-самое и в том числе провоцировалось кремлевскими политтехнологами. Они, правда, делали ставку на якобы самую большую явку, самый большой результат Путина и так далее и тому подобное. Но, конечно же, начнем с того, что выборов как таковых в классическом понимании этого слова не состоялось. Это очевидно. Мы просто увидели такую акцию государственного масштаба, фактически легитимизации нынешнего кремлевского режима во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. И на самом деле результат даже завышения объективной популярности Путина просто не выдерживает никакой критики, поскольку проводится внутренняя социология среди российских граждан. Я неоднократно видел разные результаты. Уровень поддержки Путина, ну то, что я видел, он составлял в районе там 55-60 процентов. Но и близко не 87, как ему нарисовали. Конечно же, ну опять-таки, какие могут быть выборы, если Путин сейчас пошел фактически на третий срок, что является запрещенным даже в их конституции. Конечно, мы знаем вот этот финт изменений в конституцию, но опять-таки есть резолюция ПАРЕ, которая прямо указала, что после таких выборов Путин прямо становится диктатором, а Российская Федерация превращается в диктатуру. Но, тем не менее, должны понимать, что фальсификации проходили по нескольким направлениям. Во-первых, это массовое использование ДЭК, дистанционного электронного голосования, где фактически применялась централизируемая, централизируемый контроль над голосовавшими, особенно бюджетниками. Ну, то есть, мы понимаем, что проверить тайны голосования в таком случае просто невозможно. Второй момент, конечно же, это использование временно оккупированных территорий Украины, пять украинских регионов. Очевидно, что уже даже были и видеодоказательства, как это псевдоголосование проходило под прицелом автоматов военными, которые заходили непосредственно в кабинки, проверяли. Ну, и опять-таки, понятно было, что в разрушенных городах нарисовали просто какую-то умопомрачительную явку под 90%, что, ну, абсолютно не может быть, но это понимает весь цивилизованный мир. Ну, и третий момент, конечно же, это разведение голосования с одного дня, то, что мы увидели на трое суток. Трое суток, таким образом, размыли внимание всего мира, и таким образом действительно смогли нарисовать более крупную цифру. Ну, и последний момент, конечно же, я думаю, что акция оппозиции российской, вот эта полдень против Путина, она тоже сыграла на легитимизацию вот этого шабаша, который произошел. Да, возможно, закладывались другие цели этой акции, но произошло так, как есть, и, к сожалению, даже российская оппозиция сыграла в теме легитимизации нынешней кремлевской власти. Ну, российская оппозиция на сегодняшний день ликует и радуется. Она считает, что она добилась своей цели и что-то там продемонстрировала миру. Как вы считаете, ну, есть ли им чем гордиться? Ну, на самом деле... Ну, кроме того, что их Путин похвалил, конечно. Да, Западу было тяжело разобраться, что это за очереди были в воскресенье, и большинство западных медиа написали, что русские пришли голосовать за Путина. То есть это тот результат, который получили. Да, конечно, в своем обществе среди оппозиционеров говорят, что, наоборот, акции удавшиеся смогли показать мобилизацию протестно настроенного населения, как вне Российской Федерации, так и внутри нее. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки нужно было более мудро подходить к этому процессу, не давая возможности у собой манипулировать со стороны кремлевских политтехнологов и топ-управленцев. Вы вообще, как считаете, подчинить российскую оппозицию, особенно ту, которая в изгнании, вообще возможно? И готова ли она к реальной какой-то борьбе с режимом? У меня иногда создается впечатление, я могу, конечно, быть неправ, но, тем не менее, что сейчас эти действия, они более направлены на то, чтобы продлить свое сотрудничество с западными странами, которые хотят видеть альтернативную Россию, хотят опираться на кого-то из политиков и на тех людей, которые верят в демократическое будущее Российской Федерации. После Путина. И поэтому вот это сотрудничество, оно продолжается, соответственно, с этим сотрудничеством идут и грантовые программы, и другие измерения такой коммуникации. Но, опять-таки, сейчас очевидно, что более результативным показывают себя те оппозиционно настроенные граждане Российской Федерации, которые хотят силового свержения кремлевского режима. То, что мы сейчас видим, русские освободительные силы, которые, вот этот рост действует в Курской области, в Белгородской области, и они действительно показывают, что результат они точно могут получать гораздо лучше, чем, опять, игра в демократию с Российской Федерацией, которая не воспринимает демократию в ее истинном понимании, а строит что-то свое автократическое, ну, опять-таки, за зеркали. Что им удастся? Я уже сейчас говорю о тех россиянах, которые с оружием сейчас борются за будущее России на территории Курской и Белгородской областей, о которых вы только что вспомнили. Как вы считаете, удастся ли им приумножить этот успех, который, да, ну, первый какой-то же есть, при условии того, что, вот Кирилл Буданов говорит о том, что Украина будет помогать. Вчера в Киеве состоялся форум между участниками, между членами РДК, Легиона Свободы и украинскими некоторыми там официальными лицами. Как вы считаете, насколько перспективен этот заход на территорию России? Я думаю, что на самом деле перспектива больше, нежели это было в прошлом году. В прошлом году это была определенная проба пера, сейчас же настрой гораздо серьезнее. Ну и плюс-таки он подкреплен впечатлением от того избирательного шабаша, который видели с 15 по 17 марта. Поэтому я думаю, что действительно тут вопрос стоит в настраивании правильной логистики, помощи непосредственной для тех подразделений РОС, которые сейчас, ну, очевидно, хотят брать под собственный контроль больше населенных пунктов указанных российских регионов. Но, тем не менее, мы понимаем, что Путин после завершения выборов, хотя некорректно называть, что не завершились до инаугурации 7 мая, но, тем не менее, он сейчас, конечно же, будет рвать и метать, учитывая то, что он даже реагирует уже на эти события, даже до проведения псевдовыборов. Понятно, что он попытается не допустить повторения условного бунта Пригожина, когда Пригожин летом прошлого года практически дошел до Москвы. Но мы понимаем, что здесь договориться не получится в нынешнем случае, и вот российские освободительные силы, они будут идти дальше и будут бороться за Россию без Путина. И очевидно, что именно они сейчас заслуживают на поддержку не только со стороны Украины, но и цивилизованного мира, которые тоже понимают сейчас и не хотят даже признавать Путина. Как минимум, мы видим, что отсутствует такой важный церемониальный элемент, как поздравление со стороны большинства демократических стран. А как вы думаете, а на поддержку местного населения этих двух областей бойцы батальона, легиона и корпуса могут рассчитывать? Я думаю, что критическая масса на сегодня оппозиционно настроенных россиян присутствует. Причем эти люди находятся по всей вертикали. Они есть и среди военных, они есть сегодня среди силовиков. И поверьте, несмотря на то, что Путин и пытался изменить ситуацию после событий с Пригожиным летом прошлого года, мы же понимаем, что в основном это были потемкинские деревни. И вот то невосприятие части общества, оно остается. Это та часть общества, которая выходила сейчас и палила, например, там на участках бюллетеней. Эта же часть общества будет подпаливать военкоматы после оглашения новой волны мобилизации. Мы знаем, что дополнительно 300 тысяч россиян хотят призвать сейчас на убийственную войну против Украины. И понятно, что эти люди сегодня есть. И такая поддержка она точно будет, потому что вы избирательный шабаш, все гнали туда просто как овец. А сейчас выбор уже за каждым. Главное просто не показать. Все боятся показать свою активность, но там, где есть возможность предоставить эту помощь тайно, понятно, что она будет предоставляться. Будем на это надеяться и следить за развитием событий. И спасибо вам огромное за то, что нашли время для общения. Игорь Челенко, политолог и председатель Центра анализа и стратегии, присоединялся к нашему эфиру. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова